Эксперты Национального института стратегических исследований представили четыре варианта возвращения Крыма под контроль Украины. Они перечислены в монографии института «Донбасс и Крым. Цена возвращения», которую эксперты обнародовали в Киеве. Это их первый масштабный труд на эту тему. В нем авторы описывают возможные сценарии и цену этого возвращения. Среди вариантов – военное возвращение полуострова, его мирная и дипломатическая реинтеграция, а также народная война. Когда мы писали «Народная война» к этому времени, еще не было блокады Крыма со стороны активистов, не было взрыва ЛЭПов и так далее. Но мы считали, что сегодня сценарий уже реализуется. И хочу только одно подчеркнуть, что украинское общество оказывается более целостным и целеустремленным, чем власть. Но не только жесткое блокирование или агрессивные действия тут должны быть главными. В реализации этого сценария основную роль может сыграть общественная дипломатия и активность граждан, в том числе и полностью по нашей стране. Общество должно осознать необходимость возвращения Крыма. Вариант возвращения Крыма военным путем малореалистичен, считают исследователи. Причина в военном превосходстве России. Однако через несколько лет ситуация может измениться, подчеркивают эксперты, поскольку военный потенциал России в Крыму не имеет тыла, а значит уязвим. Сложен и вариант мирной реинтеграции Крыма в случае, если крымчане почувствуют разницу в уровне жизни на материке и на полуострове. Поскольку обеспечить в Украине реальные изменения к лучшему не так просто и быстро, говорят эксперты. В любом случае цена вопроса возврата Крыма будет высокой, говорят они, и не только в финансовом плане, но и многих других. Свой вклад в монографию внесли и дипломаты. Среди них чрезвычайный и полномочный посол Украины Владимир Огрызко. Нам нужны те формы, которые дадут реальный результат уже сегодня, або, скажем так, завтра, через півроку. Что это может быть? Как середньостроковая перспектива членства в НАТО? Ставить питание про отримание от наших гарантий, которые мы, члены-підписанты, частковых гарантий країна на країну, то есть США, Украина, Британия, Украина, Франция, Украина и так далее, как варианты. Важным условием для возвращения оккупированных территорий Украины, по мнению Горбулина, является принципиальная и твердая позиция украинских властей в рамках Минских договоренностей. Эксперт, как участник этих переговоров, уверен, украинские власти должны добиваться полного вывода российских войск с территории страны. И если мы принимаем в том взгляде Минские договоренности, которые нам и Франция, и Германия иногда предлагают, то это приведет до очень важного внутреннего процесса критичного в нашей Украине. Я не уверен, что у нас найдется какая-то Криворожская, Днепровская, это я перебольшую республику, или Галицкая республика, которые будут иметь возможность говорить про свою автономию и все таки и другие. Авторы монографии надеются, что власти Украины активизируются, разработают и представят стратегию возвращения Крыма и оккупированных регионов Донбасса. Рассчитывают и на то, что монография послужит толчком для формирования этих стратегий. Украинские власти, напомним, заявляют, что стратегия возвращения Крыма уже имеется, однако в Совете национальной безопасности и обороны ее засекретили. Продолжение следует...